В 34-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан мы расскажем об Александре Николаевиче Бушинове, ветеране афганской войны, работающем на ТЭЦ-2 АОРС Лормиттл-Тимиртау. Его задача, как машиниста Центрального теплового щита управления котлами, следить за бесперебойной работой котельного оборудования. Управлять паровыми котлами непосредственно, держать хорошую нагрузку, давать пары, которые в итоге выдают тепло на город, водичку, теплосеть, и на турбину пар дают, которая вырабатывает электроэнергию. Работает Александр Николаевич с большим количеством кнопок, индикаторов, переключателей и табло. А 42 года назад вместо них в его руках был руль, в ногах педали. Служил в Афганистане водителем бронированной разведывательно-дозорной машины. Вспоминать те годы энергетик не любит, но от воспоминаний никуда не деться. Обидно и больно. Некоторых товарищей все равно теряли. Ну, вспоминать это тяжело. На душе неприятно как-то. Но никуда не денешься, оно в памяти все равно есть. Некоторыми подробностями службы Александр Бушинов все же поделился. В армию его призвали в апреле 1981 года. Попал я туда, в провинцию Кабул, род войск, связь, водитель БРДМа, то есть бронетехника, которая сопровождала постоянно машины. В любую точку машина должна идти, грузовая. Мы их сопровождали. А машины что перевозили? А все. Они грузовые. Все можно. Продукты, боеприпасы. Через полгода герой сюжета отучился в школе прапорщиков. И в этом звании стал командиром взвода в своей же части. А после срочной службы остался на сверхсрочную. Так Александр Бушинов провел в Афганистане 4 года. На вопрос, участвовали ли в боевых операциях, ответил так. Попадалось, да, переплеты. Маленькие там засады такие были, да, обстрелы туда. Но благополучно все обходилось с нашей стороны. По задумчивому выражению лица Александра Николаевича было видно, что советским бойцам на афганской войне пришлось пережить многое, о чем совсем не хотелось вспоминать. Многие вопросы задают, у тебя был на душе страх или такого, или ты бесстрашный. Я скажу так грамотно. Не тот человек, который говорит, он не грамотный, что у каждого нет страха войны. Война – это очень страшная смерть. Александр Николаевич не мог передать словами, как сильно переполняли его чувства, когда самолет пересек границу Советского Союза. Это не пересказать. Такой всплеск внутри, радость какая-то, замена идет. Скорее домой увидеть мать, родных. Ну, как-то вот такая внутри непередаваемая такая состояние. Правда, умалчивали, но... И вот когда границу уже на самолете пересекли, стал Советский Союз там, Ташкент уже близко туда-сюда. Вот тогда мы даже в самолете песни петь начали. На радостях. Не удержались. Такие эмоции были. И тогда для Александра Бушинова армия не закончилась. Служить продолжил в Тимиртау. Затем вернулся работать в доменный цех, где трудился еще до призыва. Через 10 лет перевелся на ТЭЦ-2, где следит за параметрами теплоносителей уже 29 лет. Ребята, все наши однополчане, поздравляю вас с нашим знаменитым праздником 9 выводов войск с Афганистана. И желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Кристина Кириченко, Евгений Годорев. Новости Тимиртау.